Но крестоносцы старались не ввязываться в большой бой, когда поняли, что все население Пскова на стороне Александра и Андрея. Ливонцам ничего не оставалось, как освободить город. А 5 апреля 1242 года произошла знаменитая битва на Чудском озере. Несмотря на значимость ледового побоища, уточняют историки, оно все-таки было всего лишь эпизодом долгой истории взаимоотношений Руси с соседними государствами, уточняет завкафедры Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов. Ледовое побоище вышло на первый план в большей степени уже в советский период, понятным совершенно идеологическим основанием. Благодаря фильму Эйзенштейна, снятому тогда, когда уже в Германии гитлеровская власть, естественно, имеет такой антинацистский, скажем так, оттенок этот фильм, да, и потом, когда был договор за Германию о ненападении в фильме, он стал неактуальным, а во время Великой Отечественной войны еще в большей степени стал актуальным, разумеется. И вот тут ледовое побоище вышло на первый план. Сражение проходило на замерзшем озере. Князь Александр, понимая, что противник значительно лучше вооружен, применил тактическую хитрость. Заманив рыцарей, облаченных в тяжелые латы на тонкий лед, со временем лед перестал выдерживать тяжелую амуницию немцев и начал трескаться. Рыцари стали тонуть и в панике разбегаться по сторонам. Атаковавшая с флангов русская конница завершила разгром немцев. Продвижение ливонских захватчиков на восток было остановлено. В результате сражения в плену оказались около 50 рыцарей, что никогда еще ранее не случалось. После этой битвы рыцарский орден отказался от всех недавних завоеваний, также новгородцам отошла и часть Латгалии. После ледового побоища крестоносцы не беспокоили русские земли 11 лет. Александр продолжил княжесть в Новгороде, оберегая русские земли от каких-либо набегов с запада. После смерти отца в 1247 году он вместе с братом Андреем поехал в Орду к Батыю, чтобы получить разрешение на Великое княжение. Далее – к Великому хану в Монголию, откуда вернулись только через два года с ярлыками на княжение. Взаимоотношения братьев были неоднозначными, но и сильной вражды между ними не было, продолжает Евгений Пчелов. У них отношения были во всей жизни не очень простые, но, тем не менее, достаточно дружелюбные. В какой-то момент они соперничали, по-видимому, кто будет, так сказать, главным на Руси. Поэтому они вместе оказались в конечном итоге в Кракоруме, когда решалась судьба, кто будет князем киевским, а кто Владимирским. Андрей – очень яркая личность. Конечно, Александр Невский заслонил его совершенно. Андрей Ярославов был очень неординарным человеком. Во многих вещах, в том числе военная помощь в этих событиях, связанных с военными действиями, с Кефтонским орденом на рубеже 30-40-х годов Андрей, помогал Александру очень. И это была его поддержка очень важная. Так или иначе, Александр был признан старейшим среди русских князей. Он получил Киев и всю русскую землю, а Владимирским князем стал Андрей. Но поладить с татарами Андрею не удалось. Он был сторонником независимости от Орды и даже пытался противостоять ей. Поэтому княжил во Владимире он недолго. В 1252 году против него были выдвинуты татарские войска. Он был разбит и бежал в Швецию. Во время этих событий Александр находился в Орде и получил ярлык на великое княжение Владимирское. С этого времени и до своей смерти он был великим князем Владимирским, оставаясь великим князем Киевским. Специальный проект Радио Спутник Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует... 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 Там дороже жизнь населения. Скажите, а есть ли вероятность повторной аварии? Да, да, есть. Потому что сами жильцы тоже были такого же мнения, что лучше отключить, нежели что-то у кого-то что-то случилось. Уже даже были визовы, жаловались, что вот у меня уже в ванной запах газа, в помещении кухни уже запах газа. Это уже все эти старые, металлические, они уже изрушены. И там варианта нет, и гарантии нет, чтобы как-то защитить население. Поэтому решили вот такое решение, приняли. Иначе, ну, не дай бог, что-то опять случилось, еще остальное случилось, не дай бог. Можно обойтись так и электрическим плитами. Ну, Кзар Леозович, а вообще, если говорить о технике безопасности, как часто люди должны осматривать свои трубы? Должны ли они приглашать специалистов? Или специалисты сами ведут какой-то учет состояния труб? И у нас есть аварийная служба, которая круглосуточно дежурит. И мы, значит, идем по вызовам. В России в Союзовое время была служба такая, которая, значит, проводилась, значит, плановые работы были. Значит, там месяц один-три раза в месяц, потом шесть месяцев, куда-дей раз. Такие мероприятия раньше были. А так сейчас как-то этих мероприятий нет. Вот это все связано с финансом. И чтобы содержать рабочие персоналы, чтобы их обходить. Ну, и просто у нас есть, значит, служба аварийная, которая, значит, приезжает в случае там неполадок или каких-то утечек газа. Она, бригада, работает круглосуточно, приезжают на место там к абоненту. Если бывают какие-то там неполадки или нарушения, там и тут же дают указания, дают советы. И они такими способами их уничтожают, эти неполадки. Вот возвращаясь опять к Шанхаю. Есть ли возможность помочь людям, у которых нет возможности покупать газовые баллоны или маломерные вот эти электрические плиты, чтобы как-то государству помогло? Не в моей компетенции, не могу я так сейчас кому-то что-то обещать и говорю, что да, мы возьмем какие-то... Потому что сейчас в структуре только природный газ. Если бы был у меня режимный газ в структуре, то, естественно, я бы какие-то амеры принял. Но на данный момент такой возможности у меня нет, чтобы кому-то чем-то оказать помощь. Потому что даже у меня эксплуатационные расходы, чтобы я какие-то работы проводил, такие, допустим, где-то плановые, где-то там, чтобы что-то заменить, это средства. Даже этих средств у меня не планируется. Это был заместитель генерального директора «Энергоресурс», начальник службы газоснабжения «Нукзар Табы». Он рассказал об аварии, которая произошла 8 мая и оставила микрорайон Схинвала без газоснабжения. Но обещают, что в ближайшее время, в кратчайшие сроки, авария будет устранена и снабжение газом будет в штатном режиме. Напомним, в столице продолжается ремонт и строительство в рамках инвест-программы. И не только в столице государства Алании, в районах тоже. Кроме того, в Тхинвале к концу тягущего года завершится строительство двух пятиэтажных домов. Один из домов возводят в конце улицы Героев на месте снесенной пятиэтажки номер 118. Она, как мы помним, пострадала во время августовских событий. Дом уже подвезен под кровлю, установлены стеклопакеты. Одновременно строители выполняют внутренние отделочные работы. А еще заканчивается монтаж инженерных сетей отопительной системы. Наружные коммуникации подведены к дому. По словам начальника участка Георгия Маргеева, на объекте трудятся до 45 рабочих. Новый дом, как и прежний, состоит из 60 квартир. Но, в отличие от старого, площадь жилых помещений увеличилась. Во дворе запланирована детская игровая площадка, скамейки для отдыха и автостоянка. После завершения строительства сюда смогут вернуться жильцы, которым временно предоставили жилье в другом месте. Еще один пятиэтажный дом к концу года планируют построить на улице братьев Губаевых в Царзе по соседству с ранее построенными корпусами. Здесь выполняется кирпичная кладка наружных стен и внутренних перегородок. Дом рассчитан на 75 квартир. Предусмотрено равное количество одна-, двух- и трехкомнатных квартир. Кроме того, к концу этого года должны подготовить дом к заселению и постараются уложиться в сроки. Об этом сообщил мастер участка Сослан Татаев. По его словам, в работах задействовано в среднем до 50 человек. Строители не испытывают проблем с финансированием и доставкой материалов. В следующем году в Цхинвале сдадут еще несколько многоквартирных домов. Один из них возводят на улице Осетинской, на площадке бывшей трикотажной фабрики. По словам заместителя министра по строительству, архитектуре и ЖКХ Сергея Гоглоева, дом планируют сдать в эксплуатацию в начале 2022 года. Строительство идет в хорошем темпе, говорит чиновник. Стройка может быть завершена даже в этом году, но сдавать будут в начале следующего. Строительство социального жилья проходит в рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию государства Алания» на 2020-2022 годы. Единым генподрядчиком выступает фирма «СТМ-Юг». Инвест-программа является одним из важнейших направлений социально-экономического развития республики, поэтому все намеченные в ее рамках мероприятия должны быть выполнены качественно и в срок. Об этом заявил премьер Южной Осетии Геннадий Бекоев на заседании штаба по контролю над ходом реализации инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию республики» на 2021 год. Глава Министерства строительства Эдуард Загоев проинформировал участников заседания о ходе строительных работ по городским улицам. Он отметил, что в текущем году начнется благоустройство семи улиц в городе. Это Плеханово, Санакоево, Мирное, Едиское, Шавлохово, Путино и переулок Нартовское, Плеево, а также улицы Ленина в городе Квайса и улицы Уцифарс в поселке Дзау. В ходе заседания председатель правительства подчеркнул, что до конца мая должны быть завершены все работы по строительству переходящих объектов. Он отметил, что это социально значимые объекты, и все работы по ним должны быть завершены. Глава Кабмина также поручил Минструю республики подготовить площадку под строительство детского лагеря в селе Мзюгом Дзауского района. Дорогие друзья, все эти и не только новости вы можете просмотреть на нашем сайте спутник-дефисосетия.ру или же спутник-дефисосетия.ком. Сайт двуязычный, поэтому вы всегда можете просмотреть информацию как на русском, так и на осетинском языке. Ну и не забывайте слушать нас на частоте 106,3 FM. Все говорят, но не все понимают о чем. Все ищут детали, но не у всех они есть. Радиоспутник знает, кому задать те самые вопросы. Будь в курсе. Ну и продолжаем темы этого дня, к сожалению. Информация СМИ о том, что некоторые родители после стрельбы в Казанской гимназии не могут найти своих детей, неверна. Потерявшихся нет, об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани. Ранее канал РЕН-ТВ сообщил, что как минимум две жительницы Казани не могут найти своих детей после стрельбы в школе. Некоторые СМИ пишут, что не все дети найдены, родители не могут их найти. Это не так. Потерявшихся нет, говорится в сообщении администрации города. Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в Казанской гимназии номер 175, по данным властей Татарстана, погибли семь детей. Учитель и женщина-работник. Еще 21 человек ранен. Глава республики заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша. На него официально зарегистрировано оружие. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса убийства двух и более лиц. Ну и, как говорят свидетели, выстрелы прозвучали в 10-м часу утра. Как говорит шестиклассник, в 8.55 у них начался урок математики в кабинете на третьем этаже. Спустя минут 15 на улице загромыхало. Они подумали, что это мусоровозы. Стали выглядывать в окно. Но учитель приказал вернуться за парты. Директор школы по громкой связи попросила всех преподавателей запереться в кабинетах и никому не открывать. И, как вспоминает шестиклассник, они спрятались за партами в дальнем углу класса. Минут через 10 раздался мощный взрыв. Даже стены задрожали. Потом детям сказали, что бомба рванула на первом этаже возле кабинета первого класса. Сразу после этого кто-то сильно постучался в дверь, но они не открыли. А спустя пару секунд в коридоре начали стрелять. Но стреляли уже сотрудники ОМОНа. Как вспоминает шестиклассник, он просунул под дверь служебное удостоверение и всех вывели в коридор, а затем через аварийный выход на улицу. По словам очевидцев, учеников на всякий случай предупредили, что нападавших двое. Однако позже силовые ведомства эту информацию не подтвердили. Под предварительным данным, кровавую бойню устроил 19-летний Ильнас Галевиев. После задержания его доставили в отдел полиции и привязали к решетке камеры. Судя по опубликованному в сети видео, успокаиваться он не собирается и о содеянном нисколько не сожалеет. В 175-й школе Галилеев окончил 9 классов. В 2017-м он поступил в местный колледж. Как вспоминают учителя, он был очень тихим и спокойным, а также малообщительным ребенком. О замкнутом характере молодого человека косвенно говорит и то, что многие в школе напрочь забыли его имя. Незадолго до нападения на школу он создал телеграм-канал, разместил там свою фотографию в платке с надписью «Бог» и сообщил о планах избавиться от всех в мире. Ну и на первом допросе он вел себя крайне неадекватно, громко кричал и выражался ругательными фразами. Ситуацию, которая произошла сегодня утром в Казани, прокомментировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. В связи с трагическими событиями о 175-й школе Казани, президент Путин выслушал доклад главы ФСБ Бортникова о деталях произошедшего. Также президент по телефону переговорил с председателем правительства Мишустином, вице-премьером Голиковой. Переговорил также с руководителем МЧС Зиничевым. В разговоре с Мишустином и с Голиковой было принято решение на самолете МЧС, который сейчас уже вылетает в Казань, на борту которого находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование. Также в Казань сейчас вылетают министры Кравцов и Мурашко. Президент дал поручение правительству оказать содействие и обеспечить медицинской помощью, а также психологической помощью пострадавших и раненых детей, оказать необходимое содействие родственникам погибших. Отдельное поручение было дано Жолотову тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом того вида стрелкового оружия, который использовал стрелявший. Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки и так далее. Это тоже будет Росгвардия срочно прорабатываться. Президент глубоко соболезнует родственникам детей, которые погибли от рук стрелка, и также желает скорейшего выздоровления тем польникам, которые получили ранее. Это был официальный комментарий представителя Кремля, пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова. Напомним, страшный теракт произошел 11 числа в Казани. Прокуратура оценит действия администрации школы. Прокуроры оценят деятельность администрации школы в Казани в условиях чрезвычайного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. В Генпрокуратуре взята на особый контроль проведение прокуратурой Татарстана проверки по факту нападения на школу в Казани. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях чрезвычайного происшествия. Прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие, говорится в сообщении. В настоящее время прокуратура Республики Татарстан начала проверку по факту нападения на школу в Казани. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных организаций всего города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства. По итогам надзорных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход и результаты проверки, а также расследование возбужденного уголовного дела поставлено в Генеральной прокуратуре России на особый контроль. Именно об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, стало известно, что Совет при МВД России обсудит ужесточение выдачи справок для владения оружием. Общественный совет взял на контроль ситуацию с расследованием этой трагедии и на ближайшем заседании рассмотрит вопрос ужесточения выдачи медицинских справок для владения оружием. Об этом РИА Новости сообщил глава Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии 175, по данным властей Татарстана, погибли 7 детей, преподаватели, женщины-работник и еще 21 человек ранен. Глава республики заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. И у нас есть также комментарий представителя информационного центра Национального антитеррористического комитета Александра Полякова. Давайте послушаем, что он сказал. Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщает. Сегодня около 9.30 в городе Казани, республике Татарстан, вооруженный преступник открыл стрельбу в гимназии номер 175, расположенной на улице Джудата Фазин. На территории прилегающей гимназии проводится контртеррористическая операция. Введен соответствующий правовой режим. С силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведена эвакуация учащихся. Нападавший задержан сотрудниками сил правопорядка. 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС России. Это был представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета Александра Полякова. По данным антитеррористического комитета, в Казанской школе погибли семеро детей, двое взрослых, более 20 учащихся и сотрудников учебного заведения получили ранения различной степени тяжести. Глава ФСБ Александр Бортников подробно доложил о произошедшем президенту России Владимиру Путину. Это крупнейшая трагедия после нападения на политехнический колледж в Керчи 17 октября 2018 года, когда студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу. Тогда погибли 15 учащихся и пятеро преподавателей. Более 50 получили ранения. Нападавший покончил с собой. С начала года спецслужбы предотвратили три атаки на учебные заведения. Так, 24 марта в Сочи силовики задержали учащегося одного из лицеев города, который рассказал в соцсети о планах напасть на одноклассников. Дома у него нашли взрывчатку, компоненты бомб, материалы о стрельбе в школах и дневник. Как следует из видео ФСБ, подросток создал сообщество в соцсети ВКонтакте, где делился результатами своих экспериментов, выкладывал фото и видео, а также жаловался на ожоги. Как проинформировал ранее источник РИА Новости, в силовых структурах за две недели до этого возбудили дело по статье Уголовного кодекса «Приготовление к террористическому акту против 16-летнего пензенского школьника». По данным следствия, подросток, возненавидев одноклассников и педагогов, решил расстрелять всех из гладкоствольного охотничьего ружья. Атаку запланировал на апрель. Суд отправил школьника под домашний арест. В январе также задержали двух подростков, которые готовили теракт в одной из школ в подмосковном городе Люберцы. Дорогие радиослушатели, мы надеемся, что будем получать только хорошие новости. Далее по курсу нас ждут новости на осетинском языке. Ну а мы с Викторией вернемся вскоре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для слушателей старше 16 лет. РАДИО СПУТНИК ГОВОРИМ ТО, ОЧЕМ ДРУГИЕ МОЛЧАТ Новости Южной Осетии на РАДИО СПУТНИК РАДИО СПУТНИК ГОВОРИМ ТО, ОЧЕМ ДРУГИЕ МОЛЧАТ НЕРРА ООГДИМ ГОРДЗИМ Продолжение следует... 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 Она рассказала о том, как наши граждане проходят вакцинацию. Напомним, в Южную Осетию было доставлено около двух тысяч доз вакцины. Это и первый, и второй компонент. В государстве Алании стартовала вакцинация против коронавирусной инфекции. Первыми российскую вакцину «Спутник Ви» получили медицинские работники и люди, находящиеся в зоне риска. В частности, пациенты отделения гемодиализа. Граждане, желающие привиться, должны обратиться в медучреждение, где им проведут тест на наличие антител МИГ. При их отсутствии процедура назначается на следующий день. В день прививки заполняется бланка добровольной вакцинации. Далее врач измеряет уровень сатурации, артериальное давление и температуру. После вакцинации пациента наблюдают около 30 минут в здании больницы. В первый день вакцину от коронавируса получили шестеро из запланированных 20, так как только у них не было обнаружено антител. Шестерых граждан, у которых не выявили антитела, вакцинируют. Вакцинироваться, как мы уже выяснили, могут люди старше 18 лет. Конечно, есть и противопоказания. Это симптомы ОРВИ и гриппа, плохой аллергоанамнез и наличие аллергии на компоненты препарата. Граждане, проживающие в селах республики, смогут привиться в районных больницах. Близлежащие населенные пункты будут прививаться в Цхинвале. Пока вакцинация проводится в здании приемного отделения РММЦ, так как здесь дежурит реаниматолог, в непосредственной близости расположена палата интенсивной терапии. Пациенты с хроническими заболеваниями в случае осложнений смогут получить необходимую помощь. Также, по словам заместителя министра здравоохранения и социального развития Сослана Наниева, они предусмотрели наличие противошоковой палаты. Сделано это для того, чтобы оказать помощь в случае необходимости пациентам с тяжелыми формами хронических заболеваний. Наниев отметил, что вакцина хранится в специальной холодной камере. По его словам, вакцину будут поставлять в республику и в дальнейшем, чтобы все желающие смогли привиться. Первым привившимся спутник ВИС стал журналист Коста Коште. Он не болел коронавирусом и, следовательно, антител у него не было обнаружено. Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в нашу страну. Напомним, четыре контейнера привезли в республиканский многопрофильный медцентр в приемном покое в больнице. Вакцину принимал заместитель министра здравоохранения и социального развития Сослан Наниев и, собственно говоря, сам руководитель РММЦ Майербек Кокоев. Вообще о самой этой вакцине немало говорят эксперты. Также в то же время Минздрав Российской Федерации зарегистрировал однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Разработчики утверждают, что и одного укола достаточно для сильного иммунного ответа. Эффективность составила 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, которые требуют двух уколов. Фонд уточнил, что расчет эффективности делали на основе данных россиян, которые получили только одну дозу «Спутника Ви» в рамках программы массовой гражданской вакцинации. Препарат «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник Ви» и рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го сиротипа. Третья фаза клинического исследования с участием 7 тысяч человек проходит в России, Объединенных Арабских Эмиратах, Гане и других странах. Промежуточные данные ожидают также в мае. Но у многих людей противоречивое отношение к вакцинации, многие боятся его побочных эффектов. И подробнее о том, действительно ли безопасны вакцины от коронавируса, разработанные в рекордные сроки, нам рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Вакцина «Спутник Ви» — это из тяжелых, я имею в виду. А из легких — это обычная вещь наведения чужеродного вещества или микроба, как при простуде. Вот самый яркий пример. Это может быть головная боль, легкий насморк, температура в какое-то время, сутки-двое, и все. И, собственно говоря, это нормальная реакция, особенно повторную инъекцию. Те, кто мамы делают детском АКДС, они вот знают, что АКДС такую реакцию вызывает, потому что там действительно дифтерийные компоненты, столбнячные компоненты, коклюшные, очень серьезные компоненты. Вот похожие на явления, которые могут быть из тяжелых. В профилактиках какая, поскольку действительно мало еще данных, и, так сказать, ну в мире-то их много, и мы видим там и погибшие, хотя часто это не связано. Ну просто, как сказать, время пришло человеку, да, и вакцина никак не повлияла на это. Но есть и из-за вакцин осложнения, но по отношению к спутнику В, российской, на вакцине никаких осложнений, а серьезных пока не зафиксировано. Кроме, ну ничего нету, там температура сутки 38 градусов. Это если кто-то такое ощутил, он может выпить таблетку пенталгина, например, или аспирина, это, так сказать, эти явления, они уйдут, никак не повлияя на развитие иммунного ответа. Так что ничего страшного нет, и последствия от заболевания, особенно для пожилых, гораздо страшнее, чем от вакцины. Вы видите, вот люди какие-то умирают, да, они великие артисты, пожилые вот люди. И молодые тоже, да, это грустно. У меня вот у жены на работе мама трех детей, вот учитель английского погибла от того, что просто посчитала, что простуда, никуда не обратилась, никому ничего, но не сказал. Это грустно, действительно. Поэтому пока вакцина не вызывает вообще никаких отрицательных эмоций даже у тех, кто хотел бы, чтобы чего-то от нее какая-то была неприятность. Но нету вот. Это был комментарий доктора медицинских наук Владислава Жемчугова. Он рассказал о вакцинации, насколько это актуально, важно и полезно. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в Российской Федерации ситуация с коронавирусом остается напряженной. Под наблюдением находятся более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи заболеваний, цитирует министра РИА Новости. По словам Мурашко, главная задача на сегодня провакцинировать не менее 69 миллионов 800 жителей России. В России первую прививку от коронавируса получили уже более 12 миллионов россиян, а более 7,5 миллиона полностью прошли курс вакцинации. В последние недели в России ежедневно фиксируют около 9 тысяч случаев COVID-19. Число зараженных вирусом достигло 4 миллионов 823 тысяч 255. От последствий COVID-19 скончались 110 тысяч 862 пациента. Из общего числа инфицированных коронавирусом 4 миллиона 443 тысячи 922 вылечились. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заражены, кстати, в мире уже свыше 152 миллионов человек. Ну и мировое сообщество сейчас нацелено на выработку общего иммунитета для того, чтобы все-таки победить коронавирус. Также генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал сотрудников международной организации в странах, где идет вакцинация препаратом «Спутник Ви» прививаться этой вакциной. Об этом сообщает РИА Новости. Как заявил Гутерреш, цитата, «Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию спутникам, прививаться этой вакциной. Всемирная организация здравоохранения намерена в конце июня дать заключение о безопасности российской вакцины «Спутник Ви». Напомним, это первая российская вакцина для профилактики COVID-19, зарегистрированная Министерством здравоохранения Российской Федерации в августе 2020 года. Препарат был разработан центром имени Гамалея, а его производство финансируется Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина создана на платформе аденовирусных векторов человека и предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. Препараты на основе аденовируса человека массово применяются уже более 50 лет. Ну а система защиты России от новых инфекций, над созданием которой работает профильная межведомственная комиссия Совета безопасности России, будет в числе прочего также нацелена на развитие технологий разработки необходимых вакцин и лекарств. Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов. «В настоящее время изменяются области распространения природно-очаговых инфекций, появляются новые и возвращаются старые, забытые инфекционные заболевания, образуются очаги общих для человека и животных опасных болезней. Пример борьбы с ранее неизученным коронавирусом показывает, что выработка комплексных мер противодействия таким инфекциям может осуществляться только с использованием межведомственного и междисциплинарного подхода». По его словам, в рамках будущей системы планируется решить ряд принципиальных вопросов, связанных с необходимостью развития технологических платформ по созданию новых вакцин. Другое направление – это изучение последствий вирусных инфекций, проблем устойчивости к противомикробным препаратам и создания новых антибиотиков, добавил Аверьянов. Кроме того, будет уделено внимание наращиванию технологической базы для разработки лекарств для специфического лечения конкретных инфекционных заболеваний, а также использованию уже имеющихся лекарственных препаратов для лечения новых болезней. Ну, будем надеяться, что наших радиослушателей все болезни будут обходить стороной. Не забывайте слушать нас на частоте 106,3 FM. Мы с Викторией вернемся к вам через несколько секунд. Ну и под занавес нашего эфира хочется рассказать о таком интересном историческом факте. 11 мая 1983 года в Северной Осетии Алании был открыт памятник легендарному герою Петру Барбашову. Петр Барбашов родился в феврале 1919 года в поселке Большой Сюган Меньшиковского сельсовета в крестьянской семье. Он получил образование, всего шесть классов, и работал в местном колхозе. Некоторое время работал заведующим библиотекой. В 1939 году Петр Барбашов был призван в ряды Красной Армии Игарским ГВК Красноярского края. Из 1941 года прошлого столетия принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны. Его подвиг мы все помним из школьных учебников по истории. 9 ноября 1942 года Петр Барбашов вместе с группой автоматчиков обнаружил возле селения Гизель, ныне пригородный район Северной Осетии Алании, огневую точку. Закрыв своим телом амбразуру Дзота, он дал возможность подразделению выполнить свою боевую задачу. Прямо сейчас у нас на связи начальника отдела охраны памятников и культурного наследия Министерства культуры Нелли Табуева. Нелли Георгиевна, здравствуйте! Здравствуйте, добрый день! Ну, 11 мая в 83 году прошлого века в Северной Осетии открыли памятник герою Петру Барбашову. Похоронен он также в Арджиникидзе, ныне в Владикавказ. Вот насколько важно, насколько актуально с помощью памятников чтить историю, подвиг народа, людей, простых людей, которые стали настоящими героями? Ну, важность этого события, вообще вот ставить памятник героям, нельзя переоценить. И эта традиция идет с древнейших времен. С начала цивилизации всегда ставили в честь каких-то боевых действий, великих событий, обелиски и так далее. Так что важность всего этого и ценность этого, трудно переоценить, это наглядный пример героизма, наглядный пример для подрастающего поколения, патриотизма, преданности своему народу, героизму и так далее, и так далее. Это все высокие и громкие фразы, которые на самом деле под собой имеют очень важную ценность и основу. Петр Барбашов погиб в бою за нашу землю, вообще-то, за Кавказ. И таких случаев было очень много. Но и наши кавказцы гибли за Советский Союз. Правда, тогда не было такого разделения, как вот сейчас. Страны все разделились, было единое государство, и никто не думал, что он погибает на территории какого-то другого государства. Они все защищали одну страну, одну родину. Я считаю, что... Да, кстати, памятник сам по себе тоже очень красивый, уникальный, очень говорящий, очень такой вот действийный памятник. Да, но он такой прям титанический, вот как будто бы... И визуально он воспринимается прямо именно вот так себе представляешь героя. Притом, знаете, вот что мне нравится в этом памятнике, это то, что тут отображен именно простой солдат. Вот вся вот эта монументальность, она показывает величие простого человека, вот простого солдата, в принципе. И действительно, очень впечатляющий памятник. Мы, когда проезжаем мимо, всегда любуемся. Нелли Георгиевна, а вот на территории Южной Осетии есть ли какая-то статистика, сколько памятников у нас героям той страшной войны вообще, какие-то монументы, посвященные Великой Отечественной войне, как за ними ухаживают? У нас их очень много, этих памятников, к счастью, почти в каждом селе пытались поставить, но не в каждом. Вот, например, Корсев есть деревня, оттуда ушло очень много воинов и не вернул. Это ребят призывников ушли на фронт, и многие из них, почти никто не вернулся. Нет, вернулись, но меньше половины. Вот, а там нет памятника, и жители очень хотят этого. А так у нас, к счастью, в Южной Осетии очень много памятников. Жители сами пытаются ухаживать, отдельные люди, государство, вот Министерство культуры тоже организовывало вот эти частные лица. Вот, например, во Вневе есть памятник воину-освободителю, которому в 90-е годы снесли голову грузины. Вот просто хотели его разрушить, и вот снесли голову. И ребята, я думаю, что работающие в Комитете госбезопасности, вот они на свои средства сами восстановили этот памятник, сделали ограду, чтобы туда скот не заходил и так далее. И за ним до сегодняшнего дня ухаживают. Я бы сказала, что надо лучше за ними ухаживать. И, к сожалению, лично у нашей организации нет таких возможностей и средств. Но, я думаю, сельсоветам нужно спустить на это деньги специально, чтобы они приводили их в порядок, и чтобы память о них никогда не забывала. Следствие очень важно, когда ребёнок, даже вот я сама свидетель этого, как ребёнок спрашивает, а что это, вот для чего это? Вот это и есть самый лучший наглядный урок. То, что в школе педагог будет говорить или преподавать, или в книге читать, это не настолько впечатляюще, как визуальное соприкосновение к этим памятникам. Спасибо большое за ваш комментарий. У нас на связи была Нелли Табуева, начальника отдела охраны памятников исторического наследия при Министерстве культуры историк. Нелли Георгиевна рассказала, мы поговорили о памятнике Петру Барбашову в Северной Осетии, Алании, и вообще о памятниках героям Великой Отечественной войны на территории нашей страны, государства Алания. Напомним, буквально недавно мы отмечали 76-ю годовщину Победы Великой Отечественной войны. Также красочно его отметили и в нашей республике, в Южной Осетии. Дорогие радиослушатели, наш эфир подходит к концу. Мы с Викторией с вами прощаемся. До завтра. Для слушателей старше 16 лет.